В администрации городского округа город Буй прошло заседание антикоррупционной комиссии под председательством Игоря Ральникова. С докладом о работе, проводимой работниками прокуратуры в части противодействия коррупции, выступил исполняющий обязанности Буйского межрайонного прокурора Сергей Теплов. Приоритетным направлением в сфере борьбы с коррупцией является надзор за соблюдением федерального законодательства. Прокуратура осуществляет надзор за законностью нормативно-правовых актов, проводится экспертиза коррупционных составляющих. В этом году Буйской межрайонной прокуратурой в рамках осуществления надзора выявлено 56 нарушений закона. Как показывает практика, в подавляющем большинстве случаев нарушения происходят из-за элементарного незнания законов или имеют место невнимательность и небрежность. Прокуратура советует в таких случаях только одно – внимательно изучить нормативно-правовую базу. Приоритетным направлением нашей работы является надзор за соблюдением федеральных законов о противодействии коррупции. Буйской межрайонной прокуратурой за первый квартал 2015 года было выявлено в рамках осуществления надзора 56 нарушений закона. В первом квартале 2015 года было выявлено 59 нарушений закона, из которых о противодействии коррупции 36 нарушений. В прошлом году, аналогичный период прошлого года, 27 таких нарушений, муниципальной службе 12 нарушений. Аналогичный период прошлого года, то есть первый квартал 16 аналогичных нарушений, было выявлено о закупках товаров, работы и услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд. В этом году, то есть за первый квартал 8 нарушений, аналогичный период прошлого года 12. Но в том числе и предоставление государственных и муниципальных услуг. В этом году таких нарушений не выявлялось. В прошлом году выявлено 4 таких нарушения. Прокуратура, как уже в принципе говорилось, то есть участвует в шляхе надзор за законностью нормативно-правовых актов. То есть проводится коррупционная экспертиза, например, коррупционных составляющих, издающих нормативно-правовых актов, которые издаются органами местного самоправления. Так, в марте 2016 года по инициативе прокурора были разработаны два модельных правовых акта. Именно положение порядка предоставления в прокуратуру принятых уже нормативных правовых актов для проведения антикоррупционной экспертизы. Также порядка применения к муниципальным служащим взысканий за несоблюдение ограничений и запретов требований о предоставлении и урегулировании конфликтов интересов. И неисполнение обязанностей, установленных в целях противодействия коррупции. То есть данные проекты, они направлены 30 марта главам муниципальных образований и главе администрации городского округа, город Буй. То, что касается нарушений, связанных с размещением заказов по поставке товаров, выполнение работы Казани услуг, услуг для государственных и муниципальных нужд. То есть в анализированном периоде за первый квартал 2016 года было выявлено 8 нарушений в данной сфере. В адрес главы администрации городского округа, город Буй, а также Буйского муниципального района было внесено 2 представления. То, что касается коррупционных факторов, то при изучении нормативно-правовых актов было выявлено 3 нарушения. Все данные нормативно-правовые акты противоречат федеральному законодательству, в связи с чем были в прокуратуру внесены акты прокурорского реагирования, то есть внесены протесты. В этом году президент Российской Федерации Владимир Путин своим указом утвердил национальный план противодействия коррупции на ближайшие два года. Наибольшее количество нарушений допускается в сфере осуществления государственных закупок. Планом предусмотрено совершенствование правовых основ для повышения эффективности противодействия коррупции в этой области. Основными задачами плана являются совершенствование правовых основ, организационных механизмов, предотвращение выявления конфликтов интересов в отношении элит, замещающих должности, на которых установлена обязанность принимать меры по предотвращению и урегулированию конфликтов интересов, совершенствование механизма контроля за расходами и обращения в доход государства имущества, в отношении которого не предоставлено сведений, подтверждающих его приобретение на законные доходы. То есть новшеством с этого года является, что будут предоставлять сведения и депутаты городской думы, районного собрания депутатов. Также повышение эффективности противодействия коррупции федеральных органов исполнительной власти, государственных органов-субъектов Российской Федерации, активизация деятельности подразделений федеральных государственных органов, органов-субъектов Российской Федерации, профилактики коррупционных и иных правонарушений, а также комиссии по координации работы по противодействию коррупции субъектов Российской Федерации. То есть, соответственно, данным положением плана сейчас будут переводиться соответствующие планы противодействия коррупции на уровне наших местных органов местного самоуправления. Вот этот указ, он откровенно, он в более глобальных масштабах, то есть определяет вот эти все мероприятия. В любом случае, исполнение данного указа осуществляется непосредственно на уровне нашего города в рамках нашей межрайонной прокуратуры в соответствии с приказами и указаниями прокурора вышестоящего. То есть в пределах того, что нам будет поручено. Пока, поскольку этот указ, он достаточно свежий, то есть он только буквально издан две недели назад, соответственно, нас пока не сориентировали непосредственно на данном направлении.